Каждый юноша призывного возраста должен заранее готовиться к службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. С этой целью ежегодно в конце мая проводятся пятидневные учебно-полевые сборы. Учащиеся десятых классов и студенты аграрно-технического техникума построились на центральном мемориале села Белая Глина для участия в митинге, посвященном торжественному открытию сборов. Учебные сборы – это не только приобретение навыков солдатской жизни, но и воспитание чувства долга и преданности своей Родине. Испокон веков Россия славилась сильными и мужественными людьми, готовыми оберегать и защищать свою Родину. После сдачи рапорта юношей приветствовал военный комиссар по Наупокровскому и Белоглинскому районам Анатолий Красников. От лица главы муниципального образования Александра Коклина выступила его заместитель Светлана Парахина. С каждым годом работа по патриотическому воспитанию в нашем районе становится все более результативной, системной. И доказательством может служить и поездка наша в прошлом году в город Волгоград, и поездка в город Герой Новороссийск. Я думаю, все вы там тоже были, не все, но кому-то посчастливилось. И, конечно же, хочется, чтобы эти учебные сборы стали неотъемлемой частью вашего патриотического воспитания и воспитания ваших как защитников нашей Родины. Я хочу пожелать вам всем удачи, крепкого здоровья и благополучия, и чтобы все это пошло вам на пользу. Предварительные теоретические знания школьники получают на уроках ОБЖ. Основом военной подготовки обучаются в военно-патриотических клубах, значимость и число которых в нашем районе ежегодно растет. Военно-патриотическому воспитанию в школах уделяется огромное внимание. На уроках ОБЖ преподаватели, организаторы с ребятами проходят азы военной подготовки. На мероприятиях военно-патриотических, военно-патриотических клубах ребят воспитывают именно дух патриотизма, дух любви к Родине, любви к своему Отечеству, к своему краю и, конечно же, Белоглинскому району. Мы воспитываем патриотов своего района. Но каким бы познавательным ни был проведенный в школе урок мужества, ОБЖ или классный час, какие бы истории из армейской жизни ни рассказывали отцы своим сыновьям, все это не заменит впечатлений от увиденного своими глазами в воинской части. Во время учебных сборов юноши получают возможность отработать полученные знания на практике. Основная задача и цель этих сборов – это показать молодым людям маленькую часть вооруженных сил Российской Федерации, показать им, что их ждет при службе в армии. С ними будут проводиться занятия. Занятия будут проводиться по тактике, по огневой подготовке, по острововой подготовке, по специальной подготовке, где им будут даны азы действия солдата в бою, действия военнослужащего. И итог этих сборов – будет стрельба из автоматных калашников боевого на территории воинской части в городе Тихрец, где каждый из учеников выполнит боевую стрельбу, за что получит оценку. Я думаю, что вот эти сборы дают нашим ребятам основу понимания структуры вооруженных сил, понимания службы как таковой. И опыт показывает, что многие ребята в период прохождения этих сборов принимают для себя кардинальное решение о своем будущем именно по отношению к вооруженным силам. И я скажу, что благодаря таким сборам у нас всплеск желающих учиться в военных училищах. Так, например, обычно мы набираем военные училища из двух районов не более 20 человек каждый год. Это выпускников 11 класса. В этом году нам подали заявление о поступлении в училищ уже 46 человек, в два раза больше. И одна из причин, что побуждает ребят служить, стать профессиональными военными, это, конечно же, военные полевые сборы, где они впервые прикасаются с озами вооруженных сил. В завершении митинга молодые люди возложили цветы к вечному огню и с троевым шагом покинули мемориал. Ребята сразу отправились в военно-спортивный лагерь, организованный на базе ДЮС США Белоглинского района. Во время сборов будущие защитники Отечества будут проходить строевую и физическую подготовку, изучать военное дело, тактику поведения в бою, основы воинской службы и оказание первой медицинской помощи. Военно-болевые сборы развивают нас, позволяют нам узнать военно-прикладные искусства, позволяют нам научиться стрелять из автомата Калашникова. На данный момент мы готовимся к выезду в город Тихорецк на стрельбище. Там мы будем стрелять из насыщего автомата Калашникова боевыми патронами. Также военно-полевые сборы воспитывают нас, военно-патриотические чувства, позволяют нам подготовиться к службе в армии и просто стать в будущем защитниками своими родинами. 20 мая юноши едут в воинскую часть города Тихорецка, где пройдут огневую подготовку. Их ждет стрельба из автомата Калашникова. Ребята попадут в атмосферу настоящей солдатской жизни, познакомятся с военной техникой, оружием и боеприпасами, особенностями службы в армии, бытом военнослужащих. И хоть срок сборов небольшой, всего 5 дней, этого времени достаточно, чтобы осознать, что армия для настоящих мужчин.